Добрый день, меня зовут Алексей. Я занимаюсь автоматизацией тестирования мобильных положений для платформ Android и iStar. В этом докладе я бы хотел сделать обзор по тем средствам автоматизации, которые есть на данный момент, рассказать про их плюсы-минусы. На одном из инструментов я остановлюсь поподробнее и приведу к примеру. Обычно все понимают, зачем необходимо тестирование, но не все в буксе, зачем необходимо этот процесс автоматизировать. Как правило, автоматизация используется в тех случаях, когда необходимо сократить время, затрачиваемое на какие-то активные процессы, либо отправить какие-то рефривания, которые появляются после большого количества итераций, либо проводить в аудиторию недостопности сервисов, например. Наиболее популярным видом автоматизации тестирования является тестирование через биографический пользовательский тест-вейс. То есть все это позволяет тестировать положение тем же способом, что и каким взаимодействуют с каким человеком. И также требует доступа к исходному коду. То есть в отличие от тех же людей тестов. В данном докладе я как раз буду говорить про инструмент, который пользуется так называемым основанным методом BlackBusk. Наборы, которые у нас есть, то есть или даже архитектуры, которые можно использовать для автоматизации не очень большой, но при этом они есть, и их можно разделить на HotBasic и ImageBasic. Первые – это те, которые для своей работы взаимодействуют с файлами, в которых описаны негативные приложения, либо XML для Android, например, либо HTML-код. И ImageBasic – это те, которые находят заранее заданные графические элементы на скриншотах. Один из инструментов здесь стоит с огняком, потому что он работает на Web-симуляторе. Остальные три могут работать как на эмуляторе, так и на устройстве. При этом два из них требуют доступ, но при этом могут работать и без него. Но в таком случае на IP накладывается некоторое ограничение. А потом я о них еще расскажу. Прежде чем перейти непосредственно к средственной оптимизации, хотелось бы выраздноваться на инструменты для отладки. Web-инспектор упоминался уже и в первом, и во втором зале, но я хочу сказать о нем кое-что новое. А именно, как подключить Web-инспектор к реальному устройству. Для этого нужно зайти в Shell-устройство и воспользоваться утилитой в RT-лаунджер. Она позволяет запустить приложение в дефакт-режиме. При этом при запуске она открывает свой код, который можно перенаправить в Web-инспектор и таким образом наблюдать вход в приложение, которое находится на реальном девайсе. Ну и, помимо прочего, для отладки также используется D-Log, который является аналогом лог-ката в фундаменте. Первый инструмент для автоматизации, он основан использует Selenium. Это фактически инструмент, который является стандартным для автоматизации веб-сайтов и веб-приложений. Существуют драйвера под различные браузеры. Это Chrome-драйвер, Firefox-драйвер или Selenroid для Android-платформы, например. Этот инструмент предоставляет IP для управления браузером фактически. То есть можно посылать различные ивенты в браузеры и получать результат. Для симпатичности с приложением, если это веб-приложение, можно использовать веб-симулятор. То есть, слепактически через Chrome-драйвер можно управлять браузером, в котором он открыт веб-симулятор. И в этом веб-симуляторе открыт уже ваше положение. Нативного Tizen-драйвера под программом нет, потому что сработка, его раскопка делать буквально сегодня узнал, не ведется по той причине, что вход будет, сами исходники Tizen будут немножко меняться, и пока они не стабилизируются, он их симпатически не будет. Но некоторые в этом продвинулись дальше. Насколько я знаю, есть такой веб-приложение как Cross-Off, о котором тебе тоже рассказывали. Он позволяет запускать веб-приложение на различных платформах. Так вот для этого веб-приложения есть свой веб-драйвер, который позволяет работать с Selenium. Также существует так называемый Tizen Extensions, которые реализуют поддержку нативной функции, как Hardware Comp, кнопки и другие. Но насколько мне удалось пообщаться с разработчиками, они ориентированы на поддержку Tizen версии 3.0, и не будут поддерживать версию 2, 2.2 и другие, потому что там отсутствует некий предатель. И эта архитектура существует для X86 платформы. На ARM она пока не партирует. Что касается image-based инструментов, ну, во-первых, хотелось бы упомянуть новый Tizen Lab, который можно наблюдать на ShortState. То есть там в самом инструменте устроен элементарный репорт, который позволяет записывать действия пользователя и потом в автоматическом режиме их быстро производить. Но для более серьезной автоматизации обычно используются такие средства, как SIP и ему подобные. Это, этот SIP позволяет ремулировать действия пользователя путем нажатия на затражения элементов управления, которые SIP находят на экране или мониторе. То есть, проецируя таким образом интерфейс приложения на экран или мониторе, мы можем с ним взаимодействовать. Но по своему использованию я могу сказать, что структура не очень стабильная и к тому же удаленное взаимодействие с устройством вводится его в некую затяжку. При этом SIP можно также использовать эмулятор. Тем не менее, этих недостатков пришел следующий инструмент, о котором я буду рассказывать подробнее. Называется он Free Model Basic Testing Tool или FVT. Фактически он, этот инструмент, проводит через метод тестированный на основе модели. Это такой метод, в котором тест кейсы или тестовые сценарии составляются на основе тестового требования. То есть, у нас есть какие-то определенные ограниченные значения на каждой шаге. И в зависимости от этих значений тест идет по тому и тому пути. Каким образом модулировать действия пользователя. Это, этот инструмент, он создавался как инструмент для тестирования всего. Там, от кастомных C++ классов до UI различных приложений или распределенных систем на различных платформах. Он написан на C++ Python или записание тестов на Python. Это open-source проект, Intel. И он в исходнике доступен на GitHub. Для... На данный момент этот инструмент поддерживает Windows и Windows. Поддержка Windows будет буквально на прошлой неделе. Для установки его можно скачать из Windows и Windows, либо сомплировать из исходника. Как уже говорилось, сфера примера этого инструмента очень большая. То есть, это либо файловые системы, C++ классы, тон функции, JavaScript, API браузеров и UI различных приложений. Для таких платформ, как Android, Windows, любые устройства, где можно поднять свой инсайд сервер или Tizen. Как мобильные устройства, так и эмуляторы. И Tizen API в том числе. С эмулятором этот инструмент работает в разработке. То есть, достаточно надо спустить эмулятор, инфортировать в библиотеку и инициализировать соединение с устройством. После этого устройству можно давать различные ивенты. Это тапы, свайпы и ютубные действия. То есть, фактически, все записательства. Это осуществляется за счет того, что в эмуляторе уже установлен квайтер-интерпретатор и имеется под доступ. На реальное устройство приходится немножко повозиться для того, чтобы начать работу с дилансом. Во-первых, нужно установить Python. Для этого можно скачать три WM-макета из реквизитая Tizen, запушить их на устройство и дальше установить данный способ. Но обычно для его установки требуется дополнительную 2 мегабайта памяти. Приходится прибегать в хитрости, ремонтировать систему, освобождать место в системе и ремонтировать дополнительные разверты. После этого Python будет уже установлен на самом устройстве и достаточно включить внутрежим. и после этого можно взаимодействовать с ним так же, как симулятор. Про схему работы я сейчас расскажу. Во-первых, при первом запуске на самом устройстве импортируется FPT-агент, который является Python-модуль. Он управляет устройством в дальнейшем. Сначала ему присылается команда на снятие скейншота. Этот скейншот потом публикется на десктоп, где происходит его обработка. Тут есть два варианта. Устройство может работать как с графическими изображениями, так и с текстами. В первом случае используется такая технология, технология как OEAR, это Optical Image Condition. Там используются зависимости AFI и ImageMaker. Для OEAR или Optical Image Condition, которое распознает текст, используется SSR. Распознавание изображений происходит быстрее, потому что в случае с текстом расканируется весь скейншот и все стримовые значения выводятся в виде массива, которые уже сравниваются с заповым значением. Найденный элемент, как показано на картинке, для него вычитаются координаты, эти координаты поддаются ему бт-агенту, и тот уже высылает по этим координатам соответствующие элементы. Это либо тапы, свайпы и другие, которые выставляют такие инструменты. Теперь о плюсах и минусах. Ну, как для всех инструментов ImageBase и тестирования основные минусы являются время исполнения тестов, время квалификации, изображение. Текст здесь около 6-8 секунд. Для подобных инструментов это очень хороший показатель. но в те времена это широкой недостаток. Также туда можно внести необходимость установки Python и наличие доступа. Из плюсов хотелось бы отметить, что этот инструмент работает очень стабильно, то есть по 3-х недельных тестов я могу сказать, что он работает даже стабильнее, чем певая автомат для этого рынка. Он легокосвоенный, там есть достаточно широкий API, хорошая документация, активная поддержка разработчиков. Проблемы этого, это просто-платформенный инструмент, то есть можно писать бин-код и фактически тестировать положение для различных платформ. И также в состав инструмента, помимо библиотек, которые управляют и взаимодействуют с различными платформами, выходят инструменты для записи, генерации, запуска тестов и визуализации тестовых значений. Результаты. Это FMVT Script и FMVT Edit. У этих инструментов я как раз скажу поподробнее. Во-первых, есть возможность специализации логов. То есть выглядит это вот таким образом. Это html файл, в котором название тестовых шагов соответствует названию функций пользователя Python. для того, чтобы качать запись скоба используется вот такая строчка. На входе выдаются различные параметры, которые регулируют формат даты, размер затражений и другие. и обычно для работы часто используется вот такая строчка, которая обновляет скриншоты и все эти скриншоты потом появляются в логах. Если мы ищем какое-то текстовое значение, то мы можем увидеть все скринговые значения, которые находят этот инструмент в процессе тестирования и другую информацию. Хоть и так еще здесь есть методы, которые выставляют дверь в подсветке. Это нужно для того, чтобы прикручиваться не показ названия тестирования. Ну, не надо делать. Помимо этого в состав инструмента входит фототекст криптов он позволяет записывать действия поиска. Фактически нажатием на экран приводит к появлению соответствующего рода в этой секции. Также при нажатии ввести элементы картинка, по которой автоматически сохраняется на память компьютера. Таким образом нет необходимости вырезать какие-то скриншоты и создается автоматически их можно уже использовать в своих тестах. Здесь я привел пример анализ блокировки стандартного устройства. То есть первый использование мы включаем девайс, потом проверяем действительное скриншоте слово, которое нам нужно. Если это слово найдено, то мы делаем свайп в 14 направлении и таким образом мы можем сблокировать устройство. Также на входе функция можно продавать проемки, которые регулируют коэффициент распознавания изображений. это используется для того, чтобы не было сложных нажатий и для того, чтобы увеличить стабильность и последний инструмент это для FVD он позволяет работать с тестовыми моделями, то есть регулировать фактически тестовые схемы. Для написания этих тестов используется язык я с ним особо не работал, но кому-то эта функция может оказаться полезной. Также есть инструмент для запуска этих тестов и визуализации значений. В последнее по секунду я еще привел пример кода, который позволяет при начальном теста стартовать запись логов. Первая функция очищает предыдущие логи, вторая начинает запись логов текстовых файлов с фильтром и последняя функция может видеть этот процесс в конце теста. Таким образом средств автоматизации у нас не очень много, но при этом все из них вы видите буквально в последние три месяца. То есть скорость их давления очень хорошая и я думаю такими темами у нас не будет проблем с пакетом любых тестов и задач которые появятся лучше. в общем думаю теперь можно объединить вопросы у меня все спасибо Евгений, может быть конечно не трефтоп, а получается смотреть и ARES что есть? То есть если бы мы хотим знать TISA и все это одновременно которое будет вообще есть то есть конкретно ARES я не интересовался но теоретически как вот сходу если на ARES устройство поднять CRC сервер в виде невозможного то можно использовать даже ARES но вообще для ARES насколько я знаю используются драйверы тоже довольно флосплатформеры но для трайсов так или еще вопросы? вопросы в машине спасибо большое Алексей